Микс Ньюс. В гостях по скайпу у нас президент латвийского общества врачей Илза Айселнец. Доброе утро. Доброе утро, здравствуйте. Так, как-то мы... Вот сейчас лучше слышим, да. Да, попросим вас чуть-чуть поближе к микрофону, потому что плохо слышно было. Конечно, врачи последние несколько месяцев, они и до этого были в центре событий, но с негативной точки зрения, а последнее время героически они справляются с поставленной перед ними задачей, и общество помогает как может, помогает ли государство, организовывая поставки и защитных всевозможных средств и всего остального. Чувствуете ли вы эту поддержку, достаточно ли она и как она организована? Ну, я думаю, что по результатам можно сказать, что хорошо организовано. Но у Министерства здоровья у них свои ответственности, и у Национальной службы здоровья. Мы как общество врачей помогаем тем врачам, которые не имеют этот контракт с Национальным обществом здоровья и хотят всё-таки продолжать сработать. Это стоматологи, это отолеингологи, это глазные врачи и гинекологи, потому что есть небольшие практики по всей Латвии, которые важны для наших пациентов, но не было бы этой возможности получить маски. И поэтому общество врачей вместе с коллегами, которые нам могли найти хорошие респираторы, мы закупили эти респираторы и отдали нашим коллегам, чтобы они могли работать. Потому что это не только им надо работать. Во-первых, пациенты ищут зубных врачей по районам, ищут гинекологов, и они должны предостеречь и себя, и своих пациентов. Но и также это вопрос всё-таки, как они выживут. Они же должны зарабатывать деньги, никто так просто им не даст. И я думаю, что сейчас уже намного лучше эти постановления, по которым выплачивается компенсация жителям нашей страны. Но я думаю, вначале была большая проблема с тем, что как зубной врач у него маленькая практика. Он и работает, он и руководитель организации. А поскольку он считается руководителем этого учрежденного предприятия, он не может получить какую-то поддержку от государства. И я думаю, что в течение этих двух месяцев, я думаю, что медики хорошо работали, но самое главное, как мы вообще поддерживаем экономику и поддерживаем наших жителей. Я хочу сказать, что мне не нужно знать, когда первый раз начинается такая работа, мы же, слава богу, у нас кризисов не так много было, где надо закупать маски и всё остальное. Я думаю, что сначала вот этот план, как раздавали маски, он мог бы быть немножко разработан до того, как эти маски пришли в страну, как они прибыли из Китая, я думаю, 5 дней до того надо было уже чётко разработать план. К сожалению, план разработ... Ну, тоже, он был какой-то уже сделан, но он разрабатывался на... На коленях, что называется. Да, всё должно было происходить. Но я думаю, что все получили, все работают и всё нормально. Раз вот мы по поводу масок заговорили, в пятницу пришла новость. Господин Лапсверс, руководитель Национальной службы здравоохранения, заявил, что он слагает в себя обязанности с 31 мая. Что вы о нём можете сказать? Мы знаем госпожа Винкела, и в эфире наша радиостанция тоже очень так тепло, и как о большом профессионале о нём отзывалась. Он, и, в общем-то, по нему это было видно, честно говоря, что человек, достаточно сильное эмоциональное напряжение и давление какое-то он чувствует. Что вы по этому поводу можете сказать? Знаете, я считаю директора Эдгарса Лапсверса очень хорошим специалистом. Он прекрасный аналитик. Он не принимает решения, ну вот так, потому что ему сказали, или кто-то его заставил это делать. Я могу сказать, что он очень положительный, только положительный о нём рассказать. Может быть, он немножко больше философ, чем надо в эти дни, но это только хорошо. К сожалению, мы как-то не уважаем тех людей, которые работают и которые, может быть, скажем, более чуткие, чувствительные к миру. Знаете, мы так немножко, вот сказал там, «Лаком так сейчас будем делать». Как-то мы не можем это принять, что мир всё-таки другой. Если мы хотим жить в другом мире в XXI веке, мы должны всё-таки менять отношения к тому, как наши коллеги работают, как мы их, ну, может быть, иногда критикуем, но и критика должна быть другая. Мы должны менять своё… Этот образ, как вы… Не образ, а правильно? Отношения? Отношения. На отношения, не скажем, ну, как мы вообще относимся друг к другу. Если нам что-то не нравится, как мы говорим о том, что нам не нравится, эта критика, она конструктивна, а не просто какая-то, я извиняюсь, грязь информационная, льётся на человека. Это очень плохо. К сожалению, мы теряем хороших профессионалов. Выдерживают те, которым всё равно. Говоря о стоматологах, гинекологах и окулистах, насколько вот эти маленькие практики смогут быстро вернуться, ну, вот возвращаются к работе, учитывая, что им придётся ведь и дополнительные затраты предпринимать для дезинфекции, для, может быть, там пропускная способность будет меньше. То есть, ну, вот очень много факторов вступает, которые, наверное, уменьшат возможность их количество, ну, вот клиентов принимать. Вот не отскажется ли это на росте, скажем, платы за услуги? Или как это? Я думаю, что вряд ли, потому что, ну, понимаете, какой рост за платы услуг, если у многих жителей вообще проблемы очень серьёзные с финансами, да. Я думаю, что это врачи понимают, они, я не думаю, что будут подниматься просто, ну, конечно, те возможности, которые у них, ну, скажем, их возможности заработать уменьшатся намного. Я хочу сказать, что там большого заработка в регионах, те врачи, которые работают в регионах многие годы, они, скажем так, ну, они считают свои деньги. И я думаю, что у них и хорошее отношение с пациентами, и пациенты их понимают. То есть очень важно, чтобы у нас была какая-то, ну, такая программа или политика, как мы помогаем. Например, если там принадлежит помещение муниципалитету, чтобы всё-таки были какие-то проценты, чтобы им сразу дали эти проценты, чтобы им не надо было столько много платить, например, за аренду. Чтобы налоги, например, ну, сейчас такая ситуация, ну, на три месяца, скажите, ну, ваш налог сейчас, подоходный налог, всё, сейчас меньше он, на три месяца меньше. Понимаете, такие быстрые инструменты, чтобы работали, чтобы все эти маленькие практики, которые предприниматели, также предприниматели, которые платят налоги, чтобы они выжили. И через, когда кризис закончится, чтобы они продолжали работать. И тут, во-первых, платить налоги, и, конечно, это важно для государства, но для пациентов, для жителей важно, чтобы они продолжали представлять эти медицинские услуги, которые нужны жителям. Но сейчас, спустя это время, вы уже упомянули, да, что как-то инструменты более упорядоченные, всё-таки ими могут воспользоваться, соответственно, мы не увидим резкого спада представителей вот этих услуг в тех же регионах. Ну, мы не знаем, потому что вот когда мы делали сейчас запрос, чтобы высылать маски, ну, не маски, мы высылаем респираторы, да, потому что маски коллеги могут сами купить, но один респиратор хороший стоит 7-8 евро. Его, конечно, можно немножко употреблять, но если врачу это надо купить, это большие деньги. И, ну, некоторые, мы звоним коллегам, которые сначала писали, что они бы хотели получить эту помощь, но сейчас они отказываются, потому что они закрыли свои предприятия. Что значит, что какие-то, ну, пациенты в каких-то маленьких городах не получат эту услугу. Вот это самое страшное. То, что мы сейчас, как общество врачей делаем, мы стараемся понять, где же кто как работает, где закрывается, чтобы было ясно, что будет после кризиса с медицинскими услугами. Потому что это тот сектор, который не в контракте с национальной службой здоровья. Не предоставитель государственно оплачиваемых услуг? Нет. Да, вот я хотел напомнить интересный мем. В свое время я видел, когда, ну, вот, началась пандемия, очень был такой популярный мем, где, по-моему, врач, ну, врач-ученый, который разрабатывала вакцину итальянскую, когда ее спрашивают, ну, вот, как идут дела, она говорит, слушайте, вы платите миллионы футболистам, которые гоняют мяч на поле, а мы получаем всего, там, полторы тысячи евро. Вот пускай Роналдо за нас и разрабатывает эту вакцину, то есть, ну, это было с такой обидой сказано. Вот отношение сейчас к врачам как будто бы изменилось, все впостят какие-то трогательные мемы, но вот насколько это можно конвертировать в какое-то... То есть, мы понимаем, что, да, вроде бы общество осознало, но надолго ли вот закончится пандемия, и всегда врачи вроде бы как будто бы были, ну, одними из последних для государства среди тех, кому нужно оказывать помощь. Вот этот момент. Ну, знаете, ну, я думаю, что вот это отношение к врачам, ну, не только к врачам, а вообще к медикам, она имеет очень древние корни. В территории нашей страны она имеет корни. Ну, я думаю, что... Я не буду говорить об истории, но сейчас, конечно, отношение наших пациентов, жителей меняется, но я не могу сказать, что отношение политиков поменялось, потому что, например, вот тем врачам, которые работали с COVID, им как бы выплатили больше денег. Но если посмотрите, какие это деньги, это не такие большие деньги. И тут... Ну, почему я эту ситуацию тоже была как бы... Знаю её. И тут две страны, конечно. Ну, писал нам в общество врачей один руководитель приёмного отделения, к которому запросили, чтобы он выставил список тех работников, у которых был контакт с пациентами COVID и у тех, у которых не был. Те, у которых был контакт с пациентами COVID, у них там была какая-то выплата, а тех, у которых не был, не было. Вы понимаете, нельзя так делать. Те, которые работают на фронт... Ну, это первая линия, да? Значит, если они на первой линии, ну, попало там... В общем так, если в тебя обстреляли, значит, тебе заплатят. Не стреляли? Ну, значит, не будем тебе платить. Это неправильный подход. В то же время я понимаю, что надо помогать сельскому хозяйству, но сельскому хозяйству 45 миллионов дали вот так. А всем месяцам 8 миллионов ещё надо руководителям отделений отчитываться. Кто же встретил пациента с COVID, а которые нет? Он же, когда приходит на работу, он не знает. Он должен одеваться и всё делать, как будто каждый пациент может болеть этой болезнью. Потенциально. Ну, знаете, как-то совсем так странно становится. Потому что если бы не медики, те, которые остались в этой стране, я не знаю, какая бы была сейчас ситуация. Вот по поводу того, что будет дальше, мы тоже с госпожей Винкелой обсуждали эту тему. Что же будет после 9 июня? Надеемся мы, что снимут чрезвычайную ситуацию. И что тогда с вот этими доплатами? И будут ли... Потому что многие говорят, что стоило бы сейчас в связи с этой, со всей ситуацией, выделить хотя бы те деньги, которые были обещаны в бюджете этого года, но не были выделены для всех медиков. Что, как вы видите эту ситуацию? Как она может разрешиться? Сообщаются ли с вами уже на эту тему? Ну, знаете, мы написали, по-моему, 30 апреля, нет, даже раньше, 27 или в конце апреля, мы написали открытое письмо министрам и написали письмо премьер-министру и президенту вместе с учителями. Потому что мы считаем, что без учителей и врачей в этой стране нет будущего. И мы будем об этом говорить и продолжать говорить. И, к сожалению, очень многие годы нас противоставляли, работников культуры, медиков противоставляли, учителям. Мы не согласны с этим. Потому что, во-первых, я в прошлом году прошла через весь бюджет. Я думаю, что в таком кризисном ситуации, как мы находимся, мы должны начинать с нулевого бюджета. Мы должны понять, куда же мы тратим наши деньги и как эффективно мы их тратим. И вот после ковида мы не можем продолжать жить так, как мы жили до того, если мы хотим вообще существовать как маленькая экономическая система. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Можете звонить, задавать свои вопросы. Президент Латвийского общества врачей Илзе Айселнец у нас в студии. Вот по поводу того, что мир не будет прежним. Мы знаем, что и среди врачей тоже меняются даже те же консультации и вид их. То есть, если раньше мы бежали к семейному врачу, теперь уже по телефону первая консультация происходит. Насколько они эффективны и правда могут заменить и могут остаться в будущем? Я думаю, что они должны остаться, потому что и до этой ситуации мы очень много консультировали. И даже у нас, например, в нашем контракте семейных врачей, в контракте семейных врачей Национальной службы здоровья имеется пункт, что мы должны представлять телефонные консультации и отвечать пациентам по имейлу. Конечно, при том объеме работы, которые врачи имеют, очень это непросто ответить на все имейли. И на имейлы мы отвечаем в течение двух дней. И что я хочу сказать? Ну, конечно, я думаю, что не все врачи так с компьютером дружат, но такая возможность есть. Но за эту работу никто не платил вообще. Это считается, что ты просто должен и должен. Сейчас за телефонные консультации, это не только телефонные консультации, это и видеоконсультации, ну, небольшие, ну, как бы хотя бы их считают как консультации. Там нет никакой большой оплаты, но считают, что это твоя консультация. Я думаю, что это надо. Обязательно это надо продолжать. Почему? Потому что, когда у пациента острое респираторное заболевание, COVID или там, грипп, аденовирус или риновирус, самое главное, чтобы он первые дня остался дома. Если у нас нет вот этих знаний, как себе помочь, как бы преодолеть это заболевание, значит, надо позвонить врачу. Но обязательно остаться дома и обязательно не идти на работу. Поэтому мы, как общество врачей, рассматриваем такой вопрос, что вообще надо менять систему, как мы выдаём больничный лист. Что каждый, ну, трудящийся, который работает, он имеет право 10 дней в году как бы, ну, болеть без больничного. Это у него в контракте с работодателем. Но это не 10 дней сразу, это, например, 2 дня, 3 дня. Почему это важно? Конечно, за эти дни не платится 100%, платится это 80 или 75, это можно рассмотреть. Но очень важно, чтобы человек, который заболел, у которого первые признаки вируса, чтобы он не пришёл на работу и не распространил этот вирус в своём коллективе. Да? И очень часто, что у нас происходит? Люди должны идти на работу, они не идут сразу к врачу, они полубольные, идут на работу, потом 2 дня болеют на работе, там уже все заболели, и потом уже идут к врачу, и уже идут компликации, потому что первые 2 дня, это те 2 дня, в которые надо питаться дома. Поэтому надо менять всю систему. Ну, то, что COVID показал, надо менять всю систему больничных листов, потому что как наши врачи мучились с тем, какой больничный лист, А-лист, Б-лист, кто будет платить. Ну, и я думаю, что надо просто сделать всё намного проще, чтобы не было такой... Ну, есть... Чтобы, во-первых, больничный лист не использовали как небольшой отпуск, да, чтобы каждый месяц на 3 дня не приходили к врачу и не кашляли. К сожалению, есть такие пациенты. Такие симулянты, да, получаются? Ну, знаете, трудно сказать. Симулянты, я так не хотела сказать, но они, может быть, им есть какие-то проблемы, почему они не могут пойти. Но почему врач должен стать писарём? Из-за этих больничных листов, вот этих А, мы практически стали писарями. Ну, всё время что-то там отсчитываемся. Если человек болен, то должно за это поплатить социальный фонд. А работодатель справляется уже сам со своим работником и договаривается, что 10 дней в году он может там, если насморк или кашель или температура, сидеть дома и не заражать других. У нас есть звонок. Доброе утро. Здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Доброе утро. Доброе утро. Скажите, пожалуйста, почему врачи не ставят вопрос принципиальный, что в электронном виде удалённо лечить совершенно невозможно. Насколько я читал, великие врачи говорили, что 80% диагноз можно установить при первой беседе с пациентом. Лично надо беседовать, а не виртуально. Спасибо вам. Ну вот, кстати, это интересная тема, потому что всё-таки в мире больше сейчас идёт тенденция к тому, чтобы врачи принимали удалённые. Говорят даже, что как раз-таки вот эта ситуация с коронавирусом подстегнёт разработки, когда можно будет даже чуть ли не какие-то при помощи электронных приборов получать данные пульса и прочее, в которые может врач сразу... Это уже происходит. Телемедицине уже 40 лет, да? Скажем, она не так развита в Латвии. Почему? Потому что мы небольшая страна и нету гор, например. В Норвегии телемедицина горит. Очень много стран, где работает телемедицина, потому что нет возможности передвигаться или на вертолёте, или в Швейцарии телемедицина очень популярна. Я полностью согласна с тем, что очень важна беседа. Но беседа и анамнезы, истории болезней, но это можно провести также видеоконсультации. Не всегда это должно быть консультант, приём. Конечно, приём хорошо, но если нет возможности, то можно и провести телеконсультацию. Это просто надо внедрять, потому что телемедицина старая методика. И сейчас очень много развиваются разных маленьких устройств, чтобы провести мониторинг. Например, я говорю с пациентом, я уже вижу, какая у него кардиограмма на экране. Так что я думаю, что мы просто должны развиваться. Но то, что очень важна беседа с пациентом, надо точно узнать, какие жалобы, почему они. Я полностью согласна с пациентом. Можем ещё один сразу звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Доброе утро. Я Рита, меня зовут, я врач. Я хочу полностью поддержать доктора, потому что человек работает в этой системе и очень глубоко всё про них знает. У меня два момента. Про ковид сейчас, я понимаю, при разговоре члены правительства не понимают, просто не понимают. И говорят, вот сейчас мы просим очень много денег для развития, ну, для производства вакцины, для спектр одежды, для масок. Я боюсь, если не будет медиков, некому будет одевать эти маски. И эта вакцина, кроме вакцины, кроме этого вируса, есть же какие-то заболевания у нас просто не хватает рук, а не хватает рук, потому что зарплаты никакие. То, что по телефону пациент звонит, и чтобы врач мог довести дело до разумного, он должен сосредоточиться. Это работа, это большая работа. То есть, это тоже думает, что это развлекательный разговор с пациентом. Это совершенно не так. Это высасывает все силы. Врачи выгорают, медсестры выгорают. Настолько серьезная ситуация, что я еще раз хочу подчеркнуть. У меня были разговоры, люди, которые в правительстве. Они этого просто не понимают. Спасибо. Спасибо. Ну да, знаете, до ковида мы уже говорили с партиями коалиции, с разными фракциями в нашем парламенте, но мы будем продолжать разговаривать, потому что вообще мы должны посмотреть на так называемые социальные сферы, насколько они важны для развития новой страны. те же врачи, медсестры, также парамедики, которые работают в системе здоровья и, конечно, учителя. и так же без культуры никуда не денемся, даже во время ковида. В общем, да, это вечно, этот пирог, который надо поделить на всех, это вечная проблема. Ну вот по поводу системы здоровья, в общем-то, хотелось бы еще тоже поговорить, как она себя показала, то, от чего, может быть, несколько лет назад не хотели принимать там ни выписку лекарств онлайн, ни те же там больничные онлайн и прочее, наверное, во время как раз-таки коронавируса, вот этой пандемии, многие оценили, что не надо идти к врачу и в поликлинику, если там какие-то, может быть, не респираторные заболевания, а просто ты знаешь, что тебе надо, чтобы лишний раз там не ходить, что достаточно удобно все это онлайн сделать. Ну вот как система здоровья себя вела, какие плюсы, какие минусы все-таки остаются и над чем еще надо будет работать? Ну я думаю, что наша система здравоохранения вела себя очень хорошо, потому что заболеваемость не повысилась по другим показателям. Ну пока мы не знаем, но первые данные нету. Я знаю, что как раз смертность снизилась в течение ну так, по таким, я не могу точно сказать, а мы это все будем анализировать через год, потому что мы должны. Ну как-то люди, наверное, посмотрели на свою жизнь и на свое здоровье немножко по-другому, и вещи поменялись. но то, что онлайн должно многое происходить, я полностью согласна. Например, я считаю, что очень странно, что людям, у которых хронические заболевания, что они каждые три месяца должны приходить к врачу, чтобы только выписать рецепт. И я не думаю, конечно, врач должен следить за пациентом, работают лекарства, не работают, но есть разная методика, это тоже можно делать онлайн, можно просить пациента, скажем, делать измерения, направлять на анализы, потом анализировать, еще как-то менять дозы онлайн, а потом уже встречаться через 4-5-6 месяцев и понимать, какое состояние. Я думаю, что это только-только положительно, что есть положительные стороны COVID-19. У нас есть еще один звонок, здравствуйте, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, Анатолий. А у меня вопрос такой, если человек в курсе. Скажите, а как изменилась статистика с января по апрель по смертности в прошлом году и в этом году? Сколько вообще людей умирает за весь год в Латвии? Эта цифра была ориентировочно по 20 тысяч. Знаете, я не знаю, я не знаю, это несколько десятки тысяч, но у нас умирают в течение года. и я хочу сказать, что вот 18-19 год было очень большие показатели смертности. И, к сожалению, рождаемость у нас была положительно больше, чем смертность у нас только в 2015 году. я еще хочу сказать, что вот эти показатели смертности у нас я могу сказать, что есть некоторые данные по некоторым медицинским учреждениям и по некоторым регионам, но, например, я знаю в одном Курзенском регионе, что в районе, можно так сказать, что у них меньше смертность, но, как я уже сказала, мы сможем подвести итоги по всем данным только через год. это проблема с показателем смертности. Если мы говорим по миру, то вообще, ну, скажем, COVID-19 это специальная ситуация, когда все дают свои данные по COVID-19. А вообще по всем заболеваниям, например, в Сибирной организации здравоохранения, они где-то два года работают над данными всех стран, чтобы понять, какие же показатели. У меня вот вопрос немножечко... А, давайте сначала еще примем один звонок. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, это опять я. Я спросил конкретно, сколько людей умерло в январе 2019, феврале 2019 и в 2020 году, потому что такая статистика ведется ежемесячно. Угу. Ну, я... Я вам честно скажу, там можно открыть, я тогда сейчас буду открывать веб-сайт СПКЦ, и я наизусть не знаю. Я на самом деле не считаю это самым главным данным, которые я должна знать, но мы можем открыть этот веб-сайт СПКЦ и посмотреть. Ну, то есть, если человек интересует, то можно это сделать. А я вот хотел спросить... ...это love.lv но понятно, что как только эта ситуация изменится, наверное, медики будут одними из самых востребованных профессий, которые, ну, во всяком случае, вот за пределами Латвии могут предложить, может быть, лучшие условия, лучшую зарплату. Вот как вы оцениваете, нет ли опасности оттока именно вот медицинского персонала после... Я думаю, очень большая опасность. Всё-таки и очень большая опасность, потому что, если ничего не будет меняться, я думаю, отток медиков будет ещё больше. И надо помнить то, что у нас средний возраст врачей 54 тысячи... 54 года, да. 54 года, медсёстры 48-49, ну, там, как... В этом году 49, получается уже. И, ну, отток очень большой. И факт такой, что в больших наших университетских больницах, как на основной работе, работают только где-то 66% медиков. Все всё-таки, ну, работают и там, и здесь, чтобы заработать. И была бы реальная зарплата в течение месяца. Когда говорят, что вот почему врачи некоторые в больницах, они только там до двух, до трёх, потому что они бегут на другую работу. Чтобы заработать эту полторы-две тысячи в месяц. Что только является нормальной зарплатой. Если мы говорим об Эстонии, в Эстонии резидент зарабатывает 2000 евро. Молодой врач. Наши молодые врачи 638 евро. Ну, да. Реальность, в которой мы живём. По поводу... Ещё звонок? Да, пожалуйста. Алло. Извините, пожалуйста. Вот предыдущие слушатели совершенно правильно заострил вопрос. Показания смертности и рождаемости. Это наиважнейший вопрос государства. И любой врач должен... Спасибо, спасибо. Ну, вот я как раз нашла, пока мы говорили, информацию, что, судя по... Это 21 апреля были данные СПКЦ, что сильно не увеличена. Ну, вот эта разница не замечается. Нет большой разницы между прошлым годом и этим годом, но действительно более подробно можно найти на сайте СПКЦ. По поводу финансирования в будущем и говорят, что будет больше денег направляться на изучение, именно на медицину такую, ну, вот которая исследует и что-то вот такого плана. Исследовательская научная медицина. Что вы в этой стране видите? Действительно ли и что там можно сделать? Я думаю, что ли можно сделать, потому что я думаю, что уже наши ученые по биологии по разным ну, скажем, в микробиологии, в биологии, а также в химии, в органической химии у нас очень хорошие результаты были и до сих пор есть. Наши молодые и не настолько молодые ученые участвуют в многих международных проектах. И если мы направим, скажем, финансирование на научную деятельность в Латвии, я думаю, что это только принесет пользу всем. И я думаю, что как раз вот эта научная исследовательская деятельность очень большой потенциал для нашей страны. 67212 93.9 67213 93.9 Телефоны в нашей студии. Президент Латвийского общества врачей Илзе Айселнец сегодня с нами на прямой связи. Не так много времени у нас уже остается. Вы сильно до пандемии еще осенью прошлого года говорили и выступали с тем, что нам нужны прогулки по лесам и для того, чтобы тело наше как-то приводить в порядок и для того, чтобы нервная система тоже была в нормальном состоянии и здоровой. Сейчас это актуально как никогда. что Вы можете сказать по поводу тех людей, которые закрываются совсем дома, боятся выходить и даже воздухом не дышат? Что надо, что не надо? Такие рекомендации от врача в это время. Что обычно человек может делать для своего здоровья? Это очень древняя правда. Во-первых, это наше питание, сон, достаточный 7-9 часов в день, в зависимости от личности, но от каждого, потому что кому-то 7 часов надо, кому-то надо 9, но если больше 9, то это уже не так хорошо для нашей спины и вообще для нашего здоровья. Надо спать, ну не надо переспать, переспать тоже надо. Питание, сон, физическая гигиена и эмоциональная гигиена. Об этом уже говорил Гиппократ, об этом говорят все древние медицины и последние научные исследования тоже говорят о том же самом. Значит, важно всё-таки, конечно, есть ситуации, когда люди должны остаться дома. Например, если COVID-19 положительный, они должны сидеть дома. И когда это бывает целые месяцы, это очень трудно. И тогда надо заниматься физическими упражнениями дома, но это обязательно. нельзя сидеть и спать. Мы должны шевелиться. Это наша жизнь. И я думаю, что в Латвии есть прекрасная возможность идти в лес, гулять, потому что очень много лесов принадлежат государству. В других странах даже нет такой возможности. у нас настолько много возможностей поехать к реке, к морю, походить по тропинкам леса. И это самое лучшее, что может быть, потому что ещё у нас хвойный лес, а хвойный лес имеет специальные вещества в воздухе, которые улучшают наш иммунитет и также эмоционально снижают уровень кортизола, уровень гормонов стресса и поэтому помогают нам успокаивать. И у меня просьба, если вы идёте в лес, не оставляйте за собой мусор, потому что таким образом мы разрушаем лес. Многие говорят о том, что очень важен витамин D для борьбы с COVID-19. Солнечные ванны, загар, вот вчера было такое яркое солнце, это необходимо тоже, полезно ли для здоровья? Нет, но солнце оно полезно, но главное не просто там лежать на солнце, а тоже находиться в действии, передвигаться, играть игры, потому что витамин солнца нам помогает вырабатывать в нашей коже витамин D3. Конечно, если мы не накрыли там очень много разных кремов на нашу кожу, и D3 витамин очень важен для иммунитета, чтобы наш иммунитет был способен противостоять вирусам и бактериям, и другим микро. И имбирь и лимон, вот опять-таки это такие самые дефицитные продукты, ну у нас, слава богу, все-таки поставки имбиря были, насколько они, есть ли какой-то здесь, как их лучше принимать, в каком виде, как вот есть ли связь между укреплением иммунитета этими продуктами? Знаете, как, я не знаю много исследований по этим, хотя по имбирю есть исследования, по воздействию имбиря на, ну скажем, на иммунитет, там есть исследования, но они никакие большие, не можем сказать, что да, это редальсивир работает, имбирь тоже работает, но это древний, ну скажем, древний препарат в медицине и порошок имбиря, и свежий имбирь, я думаю, что только самое лучшее, ну надо, с имбирем должны быть внимательны те пациенты, у которых чувствительный желудок или были какие-то заболевания или острые заболевания желудочно-кишечного тракта, там надо знать, как приготавливать и как принимать имбирь. Все индивидуально. Вот вы сказали, может быть, уже, наверное, последний вопрос, пора заканчивать, по поводу эмоциональной гигиены, что с врачами, насколько они могут выгореть, выгорают уже сейчас, и что в будущем, может быть, какая-то помощь им будет оказываться, не знаю, психолога, консультация, что-то такое. Мы уже оказываем с поддержкой врачей-психотерапевтов уже с конца марта месяца, с начала апреля, есть телефонная линия и эмейл, по которым врачи, которые чувствуют, что они стали более эмоционально уязвимы или у них какие-то проблемы, они обращаются, звонят по этому телефону, у них три с психотерапевтом, чтобы решить эту данную ситуацию. Уже есть. Ну вот, как много нового мы узнали. Спасибо вам большое. Я добавлю, что у нас в студии была президент Латвийского общества врачей ЛЗ Айсалнец. Силы, удачи вам. В будущем они еще однозначно понадобятся. Спасибо вам. Спасибо.